Это вечер на Спасе, главное на сегодня. И всегда мы провожаем уходящий день вместе с вами. Вот о чем расскажем далее в выпуске. Дал Еси утверждение Церкви Твоей Господи, Петрова Твердость и Павлов Разум, о личности апостолов и миссионерах сегодняшнего дня мы будем говорить с гостями в нашей студии. Завтра, 12 июля, Православная Церковь чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Да, апостол Петр был одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, в то время как Павел никогда не видел Иисуса Христа и не имел никакого отношения к евангельским событиям. Но он стал проповедовать намного позднее и не входил даже в число 12 апостолов, непосредственных учеников Христа. Несмотря на это, обоих апостолов Петра и Павла называют первоверховными, то есть самыми значимыми и почитаемыми святыми, за то, что они более других послужили распространению веры и стояли у истоков христианской церкви. О жизни святых и традициях празднования дня Петра и Павла мы будем говорить прямо сейчас с гостями в студии. Всех приветствую. Здравствуйте, друзья, и, конечно же, поздравляем. Сегодня церковь чтит память преподобных Германа и Сергея Валаамских. У нас сегодня еще есть дорогой гость, студиотец Герман, и у вас именины, мы вас поздравляем. Многое благая, Летович. Спасибо. Вы уже были однажды в студии у нас, и я надеюсь, что мы сегодня еще даже споем. Да, с удовольствием. И Сергея, конечно, мы тоже поздравляем с именинами. У нас вот так сегодня два именинника. Сергей Герман, вам, пожалуйста. Многое лето. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Возвращаясь к роли апостолов Петра и Павла, отец Герман, в становлении христианства, какую роль, на ваш взгляд, они сыграли? Ключевую роль сыграли. Апостол Петр – это человек, который был таким устами апостолов. Он всегда говорил от лица всех апостолов, что он был такой самый пламенный человек, пламенно любящий Христа. И не зря Господь дал ему ключи от царствия и назвал его камнем Петром. А на этом основании будет утверждена церковь. Это же... Он единственный, кто исповедовал Христа, еще не зная о том, кто он на самом деле, исповедовал его сыном Бога Живого. Когда Господь спросил у апостолов, он отвел их в Кесарею Филиппова подальше. И говорит, вот кем меня почитает народ? Не спросил, как почитают фарисеи или князи. Народ. Он говорит, ну кто-то почитает за воскресшего Яна Крестителя, кто-то почитает за пророка Илью, кто-то за пророка Иеремию. А вы, говорит, за кого меня принимаете? И тогда вот этот апостол Петр встал и говорит, ты есть вот сын Бога Живого. И Господь говорит, ну это тебе Бог открыл не плоти, а кровь, а это откровение Божие. Сразу стал таким избранным апостолом из всех двенадцати. Ну а апостол Павел – это вообще уникальная личность. Его миссионерскую деятельность, я не знаю, кто-нибудь мог повторить. Это был труженик совершенно без устали проповедовавшей Христа. При этом он же был убежденным иудеем, который даже вот по преданию сидел, сторожил одежды побивающих первомученика архидиакона Стефана. Но Господь увидел в нем, что эта ремность у него, потому как-то такое отношение к справедливости, то есть что вот он всегда горел тем, чтобы жить по правде, жить по законам Божьим. Вот как бы ремность была у него очень сильная. И Господь его вот таким необычным образом привел к себе, вот явившись на пути в Дамаск. И после этого апостол Павел просто чудеса творил по проповеди, обошел просто все окрестности, всю Римскую империю. И все его труды мы до сих пор читаем, послания к различным народам. Это, конечно, такой учебник настоящий. Ольга, а что скажете про Валаам вы? Вы там бывали? Я бывала, но, к сожалению, уже достаточно давно, но до сих пор я это ощущение помню. Как говорят о том, что многие шедевры иконописи – это окно в небесный мир. Так для меня Валаам тоже, в общем-то, такое окно в небесный мир, которое переключает просто в иную какую-то реальность. И вот эта вот тишина, покой, суровость и милость одновременно северной природы, которую там ощущаешь, они, конечно, уникальны, и нигде больше я такого не чувствовала. На Соловках тоже есть нечто похожее, но все-таки Валаам обладает своей уникальностью, именно, наверное, связанной с такой вот милостью, тишиной и камерностью, которая там есть. И очень запомнилось мне пение на Валааме, вот как валаамский хор провожал и встречал паломников на корабле, которые подходили к берегам Валаама. Это было вот то самое, вот как бы увертюра к вхождению вот в этот такой какой-то своеобразный небесный мир. Отец Герман, ну кому как не вам, во-первых, если вы у нас в студии, а вот и на столе, знать о красоте пения на Валааме, пожалуйста, вы могли бы... С удовольствием. Вот поскольку сегодня у вас праздник Валаамских святых, Сергия Германа, я как-то тропарь преподобным уже пел у вас, а сегодня тогда, если позволите, споем кондак. С удовольствием. Преподобным Сергия Германа Валаамским. От Мисхаго жития исшедше, Отвержение мира Христу последовосте, И достигусте великого неба езера, И в нем на острове Валааме всельшеся, Равно ангельное житие пожили исте, От ануду же веселящейся пришли исте к небесным чертовам, И ныне с ангелы владычню престолу предстоящи. Поминайте нас чад своих, Я же собрались те, Бога мудри, Да радостно души вопием. Радуйтесь, Сергия и Германия, отцы, Преблажений. Замечательно. Спасибо, Господи. Еще раз поздравляем вас с Днем Ангела. Да, спасибо. И Сергея тоже поздравляем. Благодарим за сегодняшний, очень такой теплый, на самом деле, хороший получился у нас разговор. И заодно мы с вами обсудили и Валаамских святых, и Петра, и Павла. Как-то очень хорошо на душе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok